МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое время для местных новостей. В студии Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Восемь офицеров Красной Армии обрели покой в родной земле накануне Дня Победы. Через 80 лет после гибели в Новошахтинске состоялось перезахоронение останков героев. Три года назад в Новошахтинске, в поселке Горького, где во время войны располагался военный госпиталь, были найдены останки солдат, умерших от ран. Рядовых с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле поселка Несветаевский тогда же, в 18-м. А вот офицеры обрели покой накануне светлого праздника Победы. Так же, как и останки нашего земляка Тихона Баландина, которые передали участники поисковых движений Украины, военная археология и неизвестный солдат. Мы, поисковики и следователи, всегда понимали, что уроженцы Ростовской области воевали везде. И взвещали, начиная от границы и заканчивая до Сталинграда, до перевала в Кавказ. История поиска солдата Тихона Павловича Баландина была непростой. Все эти годы семья хранила память о нем. А вот поклониться ему было негде. Он был просто без вести пропавший. Мы не знали, где он и что. И вот неожиданно в прошлом году, это было лето, июль месяц, 15 июля, мне с администрации позвонили и сообщили, что начали спрашивать, а вот Баландин Тихон Павлович вам что-то говорит, или, конечно, это мой дедушка. Внуки и правнуки Тихона Павловича решили передать в городской музей личные вещи деда. Современные воины российской армии переносят останки в братскую могилу. Теперь здесь получат покой воины, защищавшие нашу землю от фашизма в 41-м году. Это майор Леонид Старовойтов, младшие лейтенанты Федор Казаков, Николай Дунявин, Георгий Гунякин и Иван Шабинский, лейтенанты Вениамин Кислюк и Александр Подрыды, отдельное захоронение Тихона Баландина. Стали известны имена еще восьми воинов Красной армии. Есть место, куда можно прийти и почтить их память, память героев, защищавших родную землю. Телекомпания «Несвятая», специально для программы «Время местное». Бессмертный полк из Красного Сулина. Акцию наших коллег «Подвиг героев в памяти детей» поддержали ученики и учителя 11 школ города. В продолжении рубрики еще несколько имен тех, кто защищал нашу землю. Мой прадедушка родился в 1920 году, 20 июня. Его забрали в Красную армию в 1939 году. Когда началась война, он служил на Западной Украине в Кальвалерийском полку. Когда шел до Берлина, имеются награды. После войны работал на железной дороге. У меня есть много прадедов, которые воевали. Оленьков Василий Иванович, Куприанов Семен Никандрович, Дегтярев Николай Данилович и Черненев Иван Васильевич. Я никогда не видел своих прадедов. Но моя семья хранит их фотографии и награды, которые они получили. Сейчас у меня в руках Ордень Красной Звезды, который получил Куприанов Семен Никандрович. А мой прадед Черненев Иван Васильевич получил два тяжелых ранения. Его семье приходило две похоронки. Но он вернулся с войны живым и ударно трудился, и приносил пользу своей родине. Я горжусь своими прадедами. Диана Погосова, Богдан Дмитриев, Дмитрий Соборев. Специально для программы «Время местное». В гости к ветеранам. В Миллеровском районе накануне Дня Победы депутаты и представители местных администраций поздравили участников войны и тружеников тыла. Каждая встреча с участником Великой Отечественной войны Прокофьем Николаевичем Орефьевым открывает новые факты его биографии. В преддверии праздника Великой Победы в гости к ветерану с почетной миссией прибыли глава Миллеровского района, председатель собрания депутатов Татьяна Высоцкая, начальник управления социальной защиты населения Ирина Курочкина. Сегодня мне очень приятно вручить вам поздравления от губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Большое спасибо ему. Я с удовольствием вручаю вам приветственное письмо. Также наши миллеровцы гордятся вами. Святые вам, пожалуйста. Я всех поздравляю с приближающимся великим праздником, Днем Победы. В хутор Мельничный Криворожского сельского поселения к ветерану Великой Отечественной войны Марии Григорьевне Житниковой гости приезжают часто. Узнать о том, что волнует, какая помощь требуется, и, конечно же, для того, чтобы высказать слова поздравления с предстоящим праздником Победы. Заместитель главы администрации Миллеровского района Александр Ищенко передал Марии Григорьевне поздравления от губернатора Ростовской области Василия Голубева. Уважаемая наша любимая Мария Григорьевна, поздравляем мы вас с наступающим праздником и по поручению нашего правительства, и по поручению нашего губернатора Голубева Василия Юрьевича мы вручаем вам поздравления за значительный, за огромный вклад в победу. Радуйтесь. Здоровья вам еще раз. Ну и от нашего коллектива. Помнить, ценить мир, завоеванный в годы Великой Отечественной войны, отдавать дань уважения фронтовикам должен каждый из нас, ведь им победа над фашистами досталась очень дорогой ценой. Надежда Шевякова, Виталий Платонов, Миллеровский телеканал для программы «Время местное». А в Донецке состоялись соревнования по спортивной гимнастике, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Гостями соревнований стали юные грацы из городов Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Феодосия, Евпатория и Симферополь. Открыло мероприятие председатель спорткомитета Светлана Служенко. Она поздравила всех с началом больших соревнований и пожелала каждому спортсмену собранности и удачи. Очень приятно, что эти соревнования стали в нашем городе традиционными. Мы всегда с удовольствием принимаем наших гостей из соседних регионов, наши ростовские команды, друзей-таминчан, наших земляков. И спасибо родителям, тренерам, которые находят возможность присутствовать и выступать и достигать определенных высоких результатов на этих соревнованиях. Конкуренция была серьезная. Донецкие спортсмены продемонстрировали свои навыки в различных видах упражнений. Девчонки молодцы. Давно у нас не было соревнований. И вот последние соревнования, они прям готовятся, работают. Зала их не выгонишь, что радует. И я надеюсь, что и на соревнованиях они покажут нужные результаты, хорошие результаты. Я на это надеюсь. Сегодня спортивная гимнастика очень популярна в Донецке. Это самое многочисленное отделение в городе, которое приносит свои результаты. Из 10 видов спорта, которые профилируются в наших двух спортивных школах, самым массовым является спортивная гимнастика. 650 занимающихся на этом отделении. В марте 11 кандидатов спорта присвоено нашим гимнастам Донецким. Это очень здорово, как и для самих детей, для тренеров и, естественно, для города. По итогам соревнований донецкие гимнасты показали хорошие результаты. Все участники были награждены медалями и дипломами призеров. Нам остается пожелать донецким спортсменам новых побед и достижения новых вершин. Алексей Масленников. Специально для программы «Время местное». Следующий наш сюжет тоже связан с исторической памятью. О возможности возобновления работы дома-музея в селе Летник Песченокопского района говорили специалисты. Но быть ему или не быть – решать местным жителям. Музей в селе Летник не функционирует уже более 15 лет. Поскольку официально музеем данное здание никогда не числилось, поддержки со стороны администрации или области не поступало. В реестре зданий культурного наследия его также нет. При этом построено оно было в 60-х годах 19 века. В стенах здания встретились общественники-села Летник, глава администрации, начальник отдела культуры администрации района и директор Песченокопского историко-краеведческого музея. На повестке дня – дальнейшая судьба строения. Тут все в этом здании дышит судьбами тех людей, которые это все делали. Те, которые поднимали после войны нашу страну, и те, которые создавали великую славу Летницкому селу Летник. Великую славу! Потому что село, название Летник знал весь Советский Союз. Во-первых, мы рассказали возможности юридические получения денежных средств на поддержку и на ремонт этого здания. Ну и второй момент, что в этом должны быть заинтересованы жители села в первую очередь. И пока они не поднимутся, и пока они не покажут и не скажут о важности сохранения этого здания, ну, наверное, навряд ли можно будет сдвинуть только силами администрации этот вопрос с мертвой точки. Я считаю, что абсолютное большинство жителей нашего села Летник поддержат меня в моей инициативе, чтобы работа Летницкого музея была возобновлена, чтобы был произведен ремонт этого здания. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить Летницкий народный музей. К такому общему выводу пришли все собравшиеся. Но сделать это при условии поэтапной, слаженной работы. Михаил Игнатенко и Евгений Трачук специально для «Время местное». И о людях, которые своими делами пишут историю современности. Сальские пожарные почтили память своего наставника Анатолия Жаворонко, который посвятил служению Родине 57 лет своей жизни. Подробности у Артема Мирошникова. Торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память Анатолия Карповича Жаворонко, считается открытым. С приходом настоящего профессионала своего дела для сальской пожарной охраны началась новая эпоха. Его усилиями был создан целый комплекс противопожарных сил и средств, что и позволило сократить количество пожаров и не только материальных затрат, но и самое главное – людских потерь. Впрочем, Анатолий Карпович, собственно, потушил не одну сотню пожаров, лично спасал человеческие жизни и воспитал должным образом не одно поколение молодых пожарных. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах и будет примером образцовой службы для нынешнего поколения пожарных сил МЧС России. Я предлагаю почтить память этого поистине великого человека, нашего земляка, минутой молчания. Людей, которых он научил нашему ремеслу, сотни, а может и тысячи. Поэтому это целый пласт нашей истории, нашего района, нашей профессии. Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. Время местное.